огни вы про это огонь здравствуйте друзья это продолжение рубрики ножи для леса сегодня хочу показать вам один из моих любимых ножей финского типа это нож не от какого-то там известного прям ножевого мастера я честно говоря даже не помню у кого я его заказывал но тем не менее нож стоящий мне он нравится давайте сегодня вам его продемонстрирую это не совсем классическая финка но в то же время одновременно и классическая ножны погружного типа там внутри деревянной есть вставочка так вот нож заходит и плотненько сидит никуда он оттуда не выпадает свободный подвес в принципе ничего такого прям особенного ну удобно в принципе этого мне более чем достаточно сталь на клинке здесь d2 никаких клеем здесь нет рукоять это я так понимаю что-то типа сувели березы она ведь тут потресканная ну честно говоря он такой и был изначально то есть над качеством здесь особо не заморачивались но достаточно функциональный удобный нож спуски здесь выпуклая линза достаточно тонкая практически прямые спуски режет очень хорошо обух залинзован поэтому с огнивым этот нож не дружит но зато у него хороший рез давайте сейчас вам продемонстрирую на дереве как он работает бумажку сейчас порежу я его так подправил немножко вот он неплохо режет бумагу но главное это конечно дерево палка ореховая зарезается очень даже глубоко вот такие вот отрезает он деревяшки давайте его сравню с морей бушкрафт black blade но режет он лучше море но это ему не мудрено здесь я так понимаю более острый угол у него я говорю практически прямые спуски от обуха но чуть они подлинзованные в общем режет замечательно интересней вот этого ножа если по клинку конечно смотреть то уморы клинок он чуть потолще здесь где-то трешка а тут 32 и конечно кончик мощнее умора то есть ковырять вот этим ножом я честно говоря ничего им не ковырял но и смысла в этом не вижу не для этого нож про по продуктам кстати интереснее чем мора работает ну вот он прям лезет в дерево будь здоров мора она хорошо работает этот отлично рубану сейчас веточку давайте для начала мор и покажу четырех раз этим ножом смотрите как он зарубается туда все и срез чистый такой ровный сруб можно сказать и не срез потому что я срубил давайте посильнее мор и также ударю прям со всей силы но вот она тоже хорошо врубается вот но тем ножом я бил не так сильно как мор и и мора она тяжелее у этого ножа у него рукоять она более легкая ну и конечно тут резина причем я не могу сказать что вот она не цепка эта рукоять за счет того что здесь вот ворс такой получается когда вода попадает то вот это дерево она я не скажу что скользкая в руке я ему рыбу чистил приходилось в принципе все хорошо и классическая форму от грибком вот этим мне очень нравится сейчас вот эту чурочку колону ножом этим без проблем отлично кончик я вам показывал я им ковырять ничего не буду потому что не для этого сделан кончик хочу показать как он строгает мелкую работу выполняет мне в этом отношении он очень нравится как стружечки он делает конечно контролировать его не так просто как мору у которой скандинавский спуск но тем не менее если угол поймать то режет нож замечательно и сопротивление испытывает он гораздо меньше когда нужно чуть углубиться в деревяшку но это за счет угла конечно несомненно тут нравится мне как он работает я ему люблю как работает за счет именно плоскости как рубанок но вот этот ножик он работает по другому но ничуть не хуже класс с огнивом нож как я говорил не дружит то есть снять вот так вот он не может кору но вот этой часть еще как-то более-менее он скребет но моро конечно она это делает вообще легко поэтому никаких искор он совершенно не высекает в отличие от той же моро но всегда можно взять кресало и воспользоваться им огниво про это огонь поэтому поэтому если собираетесь с огнивом чтобы этот нож хорошо работал то взять надо кресало я вот только так его ношу если не беру моро с этим ножом потому что мне тоже очень нравится он по-другому работает у него другие спуски определенные свои плюсы есть то есть на кухне даже иной раз я им разделываю ноги всякие бараньи там если мне надо разрезать коровьи даже по суставу он очень работает неплохо за счет вот этого вот кончика то есть можно забраться и жилы там отрезать разобрать говяжий сустав ну а моро она хорошо работает в качестве кресала загорается легко ну вот собственно огонь горит поэтому ее можно брать просто с огнивом дополнительно кресала не таскать ну это все так кому как нравится если вы этим ножом работаете исключительно по дереву там каким таким вещам не по продуктам то почему бы и нет когда я допустим беру нож и мне нужно продукты еще какие-то порезать то я предпочитаю кресало использовать всегда нож чистый и собственно кресало работает по своей функции нож по продуктам очень удобно но здесь кому как нравится сколько людей столько мнений друзья давайте заточку покажу естественно с ней ничего не случилось но этот нож он у меня уже вот в работе давно поэтому я в нем уверен не люблю говорить о тех вещах которыми не работаю какое-то время потому что иногда не всегда далеко они преподносят неприятные сюрпризы по прошествии времени именно вот с этим ножом мне все нравится неприхотливый такой опять же внешний вид у него не бог весь какой я имею ввиду рукоять но главное то что она ворсистая такая и цепкая когда вот намокает это мне гораздо больше импонирует нежели она была бы какая-то там лакированная красивая но не функциональная на этом все друзья не спрашивайте меня где можно этот нож заказать как это сделать потому что я сам не знаю где его заказывал но где-то вот где-то заказал я уверен что такие классические формы многие ножевые мастера они без проблем исполнят тут все зависит от того кому что нравится какая форма клинка какая рукоять я финки прям обожаю то есть это моя слабость финки это это прям вот то что я пожалуй в последнее время больше остальных ножей использую и мне прям очень нравится вот поэтому опять же пишите в комментариях какие ножи вам нравятся что вы предпочитаете какие формы клинков рукояти это все очень интересно может быть кто-то выбирает опять же нож прямо сейчас себе и читает ваши комментарии и может быть именно ваш комментарий окажется решающим для человека в пользу того или иного ножа поэтому не отказывайтесь в таком удовольствии обязательно пишите комментарии а если кто-то узнал вот по внешнему виду кто тот мастер который изготовил этот нож тоже пишите буду очень признателен потому что я к сожалению не помню у кого его заказывал а хотелось бы вспомнить и может быть заказать себе еще какую-нибудь финку именно от этого мастера что ж друзья надеюсь видео было интересным информация была полезной увидимся на канале всем удачи в следующем году в следующем году я вам покажу что вы можете это сделать